Лидер колумбийских повстанцев заявил о прекращении огня против правительственных сил страны с полуночи 29 августа. На переговорах в Гаване он официально призвал всех своих сторонников прекратить военные действия против правительства. Ранее аналогичный указ в отношении повстанцев подписал глава государства Хуан Мануэль Сантос. Документ вступит в силу в то же самое время. Напомним, несколько дней назад власти Колумбии и повстанческая группировка ФАРК достигли исторического соглашения об окончательном прекращении огня. Переговоры продолжались 4 года и не раз были на грани срыва. Подписанный на Кубе договор должен положить конец 50-летней вражде. Вооруженный конфликт между правительством и повстанцами начался в 64-м году. С тех пор жертвами противостояния стали 220 тысяч человек. Миллионы покинули свои дома. В США и Евросоюзе ФАРК считают террористической организацией. «Приказываю всем командирам, отрядам и каждому солдату ФАРК прекратить военные действия против колумбийского правительства. Мы глубоко скорбим по погибшим и сожалеем, что война причинила столько боли. Сегодня мы хотим быть вместе со всеми, объединиться ради Новой Колумбии. Война окончена». Продолжение следует...